Привет, привет! Сегодня мы поговорим с вами о том, какие ошибки не стоит делать во время выступления и что нужно делать такого интересного, чтобы ваше выступление, ваши сторис, ваше видео, которое вы выкладываете, либо выкладываете, может быть, на сайт для того, чтобы оно продавало, чтобы они были интересными и их было увлекательно смотреть. Меня зовут Костя Лисицын, вы сейчас на аккаунте Bureau Stories и мы сегодня поговорим об этом, но поговорим об этом исходя из моего опыта посещения стендапа. Я, значит, в понедельник пошел на концерт стендап ростовских ребят и еще был Марк Сергеенко, он вроде как ростовский, оказывается парень из Семикаракорска, но он сейчас активно выступает в Москве. Костя, привет! Активно выступает в Москве и его можно считать московским. Я считал, что это московский стендап-комик. Привет, привет! И я сидел, смотрел выступления этих ребят и, так как у меня есть профессиональная деформация, я последние пять лет даже больше занимаюсь публичными выступлениями. Ну и до этого я долгое время работал в продажах, там около десяти лет совместно. И я уже смотрю немного под другим углом. Помимо того, что я хочу поржать над шутками, я еще там замечаю, а как он стоит, как он двигается, как он ходит, как он говорит. Это я все замечал, фиксировал у себя в телефоне и хочу этим поделиться с вами. Вам это вообще интересно? Напишите в чате, да, это нам интересно узнать, какие приемы стендап-комики использовали и их вы можете использовать в своих публичных выступлениях. Записи в сторисах, общение с друзьями, знакомыми, может быть, каких-то переговорах по работе, либо с друзьями, когда общаетесь. Напишите да, либо поставьте лайк, если вам это интересно. Я уверен, что я подготовил вам целую стопочку приемов и уверен, что вам это пригодится. Костя, спасибо, ты меня поддерживаешь. Итак, там выступало четыре стендап-комика. Сначала нужно описать вам место. В общем, это клуб, небольшой, примерно метров, 50 квадратных. Громко играет музыка, сцена. И вот мы где-то час сидели, стопочку, да, мы час сидели в ожидании. Все было громко, шумно, но за счет этого народ такой был более живой. То есть приходилось перекрикивать музыку, чтобы друг с другом общаться. Об основном были компании. И я думаю, это специально делается, чтобы подогреть людей. Потому что очень важно, чтобы люди эмоционально были подогреты к вашему выступлению. Поэтому это тоже можно использовать, такой как нюанс. Выступало три комика. И был еще четвертый человек, который всех представлял. Его зовут Артур... Артем, да? Артем Молдаванов. О, Влад, привет. И он большой молодец, потому что он подогрел аудиторию. Он вышел такой, начал кричать. Эй-эй, всем привет! И люди встрепенулись и посмотрели на него. То есть, когда вы начинаете свое выступление, очень важно привлечь внимание на себя. И когда орет громко музыка, то, естественно, нужно самому заорать громче, чем эта музыка. Как вариант, либо наоборот, молча стоять. Но, я уверен, в ваших выступлениях не часто будет играть громко музыка. Поэтому, ни в коем случае, не начинайте с ора и с крика в свои выступления. Дальше Артем стал вести беседу с аудиторией. Кто-то, кстати, был на стендап выступления каких-то живых? Напишите в чате, если были. Да, если были. И нет, если вы ни разу не были. Вообще не понимаете, о чем речь. Может быть, видели по телевизору. Кто из вас был на выступлениях стендап живую? Напишите «да» в чате. А если не были, то напишите «нет». Влад, Костя, Сергей, может быть, кто-то из вас, Виктория, был на каких-либо стендап выступлениях. Вы слышите меня? Так, Влад пишет, что нельзя написать. Странно, можно. Ага. Так, двое человек. Большинство не было. Здорово. Я вам рекомендую очень посетить эти мероприятия, потому что атмосфера там очень интересная. Это был где-то второй или третий стендап-концерт, которым я был, но был первый в Ростове-на-Дону с местными ребятами. Поэтому, знаете, такое двояко было ощущение, как это все зайдет, насколько они хороши. Но по факту я всех их уже видел. Двух ростовских ребят я видел отдельно на выступления, и Марка Сергеенко я много раз видел по телевизору. Поэтому я был готов. Троих-четверых я ждал. И я думал, что сейчас начнется общение с аудиторией, как это обычно происходит по телевизору, на каких-то крупных стендап-концертах. И там это и началось. Артем начал сразу общаться с аудиторией, и он такой очень интересный момент сказал, что нам сейчас нужно стать с вами семьей. Ну такой мерзкой, отвратительной, конченной семьей, но какой-никакой. И в ваших выступлениях, если вы выступаете перед аудиторией, очень важно, чтобы аудитория тоже объединилась. Потому что пришло там десятки человек, вот они все разные, вот они разные все, и им друг с другом некомфортно. Вот вы приходите в какое-нибудь мероприятие, не знаю, в театр пришли, в цирк пришли, в кинотеатр. И вы людей там не знаете, никого, и заставить их говорить между собой, как-то взаимодействовать, это тяжело. Поэтому очень важно как-то их объединить. И самый хороший вариант, начать с ними общаться. И ребята в стендапе таки начали общаться, задавать вопросы. И у Артема отличный навык импровизации, он здорово там выкручивался из ситуации, было очень смешно. Но, поэтому начинайте общение с аудиторией с самого начала, задавайте им какие-то более легкие вопросы, это нормально. То же самое даже в сторисах, видео, задавайте вопросы, может быть вам никто ничего не напишет. Но вы задали этот вопрос, этот вопрос прокутился в голове, человеку интересно об этом слушать. Вот я вам постоянно прошу что-нибудь писать в чате, потому что так это работает. Привет. Итак, и перейдем к тем заготовками, я надеюсь я за час успею, которые я записал. Я много фиксировал, вот такой вот я, поэтому если я приду на ваше выступление, имейте ввиду, я тоже скорее всего буду фиксировать ошибки, плюсы и минусы. Но не значит, что я такой плохой и вредный, а значит, что я просто привык так делать. Мне нравится это делать. Итак, первая основная ошибка, которая была у всех, ребят, вот прямо у всех, я уверен, что и у вас такое есть, и те, кто приходят в клуб ораторов, кстати, в воскресенье будет встреча, и те, кто приходят на обучение, они все совершают вот эту ошибку. Контакт глаз. Контакт глаз. Контакт глаз. Напишите в чате, как вы думаете, насколько важно, насколько важно, чтобы контакт глаз с аудиторией был. Потому что большинство ребят, вот первый спикер, первый молодой парень, по-моему 18 лет, офигенные шутки, очень смешно было, но именно взаимодействия не хватало. Он смотрел всегда поверх, вот представьте, я веду прямой эфир и смотрю вот поверху. Друзья, привет, сегодня я вам хочу рассказать про очень важный нюанс, который стоит использовать в своих публичных вступлениях. А это контакт глаз. Как по-вашему, нормально, когда я смотрю над камерой, а не смотрю в камеру? То же самое, когда вы выступаете перед аудиторией, это ваш мастер-класс, это беседа с группой небольшой, когда вы, может быть, презентуете какой-то проект. Да даже с коллегами, когда общаетесь на собрании, смотрите на них, смотрите, какие-то важные мысли оговариваете. Кстати, вы так не написали. Насколько важно держать визуальный контакт? Ну, то есть смотреть в глаза, смотреть в камеру, когда записываете видео, сторисы. Давайте по десятибалльной шкале. Один, нахрен не нужно смотреть. Десять, ты что сумасшедший, ты до сих пор не смотришь в камеру, ты до сих пор не смотришь на людей, это нужно делать. Поставьте один, не важно, даже ноль можно поставить. И десять это капец как важно, очень важно. Пишут, важно, десять. Что за восемь и шесть? Саша, я может быть чего-то не знаю? Все, спасибо. Итак, контакт, глаз, самое важное, и это не делали все. Даже последний спикер, последний комик Марк Сергеенко, его уровень был на порядок выше, чем предыдущих спикеров, предыдущих юмористов, но он тоже, вот на меня он ни разу не посмотрел. Хотя я пару раз даже выкрикивал что-то из зала. Возможно, кому-то этого хочется, возможно, я так перебарщиваю. Но нет, важно, чтобы вы смотрели всем своим участникам. Следующее, по поводу контакта глаз, нужно смотреть, и большинство из них, вот он комик, а вот аудитория, они почему-то смотрели куда-то в одну точку. Но я-то знаю, куда они смотрели, потому что в конце зала сидела их стендап-тусовка, то есть всякие ребята, ростовские стендаперы, там человек 10 их сидело, и они как будто выступали для них, вы понимаете? То есть здесь сидит аудитория зрителей, которая заплатила деньги, не знаю, их тут 50 нас человек было, может больше, а они почему-то выступают вот для этой десятки. Это огромная ошибка, их как людей, которые выступают, общаются с аудиторией, говорить с маленькой кучкой людей, очень важных для них, но не для зрителей. Поэтому помните об этом, это все видно, это все видно, куда вы смотрите. И когда это выступление идет час, час, и вы ни разу не посмотрели на человека, вспомните, когда вы общались один на один с кем-нибудь, вот есть у вас друг или знакомый, который что-то рассказывает, а вам неинтересно, и что вы в это время делаете, скорее всего вы на него не смотрите, или наоборот, вы ярко рассказываете какой-то случай, который у вас произошел в жизни, а ваш собеседник не смотрит на вас. Есть у вас такие друзья, знакомые? Поставьте один, если у вас есть такие друзья и знакомые, которые не смотрят почему-то на вас, они уходят в телефон, они отворачиваются, они занимаются своими делами. Есть у вас такие друганы? Так, Саша, надеюсь это не я, Саша, надеюсь это не я, я могу сказать, что ты прекрасный слушатель. Так, отлично, это я, я часто не смотрю, тут признания пошли. Здорово, есть. А как вы относитесь к этим ребятам? Ну, как вы относитесь к тем, кому вы со всей душой излагаете какие-то важные вещи в своей жизни, а он на вас не смотрит? Или она? Ну как это, хорошая подруга, да? Или друг? Прям вот классный такой, вот душа компании его называют. Да? Или нет? Или это какой-то, ну, сомнительный человек, с которым хочется прекратить общение, не отвечать на телефонные звонки и даже на сообщения Viber. Залипает в телефоне, да, сейчас в телефоне столько. О, бесят такие, капец как бесят. А представьте, как вы бесите людей, когда не смотрите в камеру, не смотрите на аудиторию. Так, тут какой-то длинный комментарий. Ага, так, когда человек не смотрит в глаза, я начинаю параллельно думать, окей. Смотрите, тоже могу отвлекаться, не считая, что это влияет на беседу, если есть обратная связь. То есть, я могу вести сейчас прямой эфир и говорить так, ага, угу, ага, ага, угу, да. Следующий прием, который вы должны использовать, это вот это, вот это, вот это. Считаешь ли ты, что такой прямой эфир, либо такое общение будет комфортным, если я буду агакать и угукать, глядя в телефон? Ну, вот я смотрю в телефон, такой, ага, да, 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 и что же там произошло? Да, 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 продолжай, продолжай. Ну, то есть, так ты общаешься с людьми? Ни хрена, что ты мне врешь, ты мне врешь. Тут какие-то обеспечивает слова, обесценивает, скорее всего, да. Обратная связь – это важный вариант, но нужно поглядывать, поглядывать, поглядывать периодически. То же самое, когда большая аудитория, ну, ты, конечно, не сможешь смотреть на всех. Пять секунд одному уделил, три секунды другому, и, может быть, за все часовое выступление ты посмотришь на одного человека раза три-четыре. Но, когда ты ему какую-то важную мысль проговариваешь, смотришь прямо в глаза, он это запоминает, и ему кажется, как будто выступали для него. Окей, ребят, задержались на глазах, идем дальше. Так, 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 что там? Комментарий есть, зависит все от того, что за разговоры, в какой обстановке. Если это что-то серьезное или важное, то, конечно, смотрю. Если это разговор между делом, то не обижаюсь. Окей. Но мы сейчас с вами больше говорим, конечно, про те разговоры, которые важны. То есть, когда вы выступаете, когда вы хотите свое выступление заработать, когда вы хотите, чтобы люди записались на ваше обучение, когда вы хотите, чтобы, глядя в ваши сторис или ваш прямой эфир, они вас порекомендовали, здесь надо немного, да, напрячься, немного напрячься. Следующее. Смотрите, открою вам секрет. Прямой эфир переворачивает текст, поэтому я написал с двух сторон, чтобы вы могли читать. О, спасибо за поддержку, если это продажа. Да даже если не только продажа, а если мы хотим повлиять на человека, продать свою идею, мысль, продать, что мы классный собеседник. Поэтому, Саш, да вообще чесай все, что угодно. Ну, просто один из комиков, он все выступление вот так вот делал, все выступление. Тра-ля-ля, 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 и чешет шею. Ну, что это такое? Во-первых, это отвлекает. Люди должны смотреть на ваше лицо. Они должны видеть все ваши эмоции вот здесь. А когда вы занимаетесь чем-то другим, чешете шею, руку, обычно люди чешут где-то ниже пояса еще. И, конечно, контекст бесповоротно, конечно, важен. Не должно быть никаких нелепых, ненужных действий. На курсе мы каждое выступление записываем на камеру, и ребята узнают, что у них, оказывается, это есть. То есть, когда они общаются с людьми, они это не замечают. А когда они смотрят на камеру, они увидят, что они постоянно что-то подергивают, оттягивают, там что-то делают. Есть один парень, который выступал, и он постоянно балансировал. То есть, он говорил, и вот так вот на одной, на второй ноге. Мы-то это все видим, а он этого не замечает. А это подбешивает. Если это 5 секунд, если это 2 минуты выступления, то окей. Но если это 30 минут и больше, ну, что за херня вообще происходит? Это есть слова-паразиты, а есть жесты-паразиты. Уверен, у вас есть такие знакомые, которые постоянно ухо подергивают, бороду почесывают, нос почесывают. Зачем ты это делаешь? Это какая-то привычка, ну, с ней нужно бороться просто. Но на эффективность выступления это точно влияет. Так, чесать шею? Может, это была часть образа? Слушай, ну, 20 минут часть образа и задумчивость. Сомневаюсь, сомневаюсь. Но пожалеем его, да? Хочу отметить очень важный момент, что как юмористы, как комедианты, они были очень хороши. Шутки мне очень понравились. Я хотел бы просто добавить, как можно было за счет подачи каких-то элементов, ну, вроде бы простых, смотреть на людей, не чесаться все выступление, улучшить его. Например, Марк Сергеенко не делал, и это смотрелось комфортно. Образ при этом не портился. Следующий, следующий, простите, задержался. Ставить микрофон перед собой. Что я имею в виду, не то есть, что не нужно говорить вот так вот, а есть стойка микрофонная, да? Все понимаете, о чем я. Понимаете, что такое стойка микрофонная? Ну, куда крепится микрофон? Поставьте лайк, если знаете, что такое стойка микрофона. Ты когда выступаешь на сцене... Так вот, один из комиков, он поставил прямо перед собой эту стойку, поставил на нее руку, и выступал. И часть зала, вот, по крайней мере, моя половина, за моим столиком пять человек сидело, сзади меня человек семь, ну, в общем, такой ряд, человек двадцать нас. И вот, все его выступление, 20 минут, мы наблюдали вот такую картину. Представляете? То есть, я видел какой-то говорящий рот, из-за его кулака и стойки, все выступление. Ну, не очень интересно. Поэтому убирайте это все, убирайте, в сторону поставьте, сделайте максимально комфортно для нас. Я помню, когда выступал на конференции по продажам, жираф, не, не жираф, а акулы продаж, вот. И получается, между сиденьями, где сидели люди, и столом, Даша сейчас расскажу, было метр расстояния, а мне этого мало, мне этого мало. Я просто взял стол и отодвинул к стене максимально, чтобы дать себе больше пространства. Поэтому, вы короли, если вы выступаете, делайте, что хотите. Убирайте микрофоны, двигайте столы и так далее. Даша, ну и для всех остальных, кто только подключился, повторю, тема про то, какие ошибки нужно, не нужно совершать, и что стоит улучшать в своих выступлениях, в записах, в сторис, в любых вариантах выступлений. Но все это я привожу на примерах стендап-концерта, который был в понедельник. Вот тут заметочки я добавил себе. Чего делать не стоит. Даша, уверен, тебе будет полезно. Кстати, на том выступлении Даша я тоже записывал за и против. Ну, что-то я не обнародовал. Если хочешь, можем созвониться, я тебе скажу. Так, а он хотел по-хозяйски, наверное, стоять и промазал с высотой. Ну да, то есть, понятно, это так модно, стильно, ты опёрся на стойку, но нужно же думать, во-первых, о аудитории, а не то, что удобно тебе. Потому что я часть слов, а если бы это был часовой концерт, ну мне бы надоело, я бы ушёл в телефон, скорее всего. Поэтому, друзья, помните об этом, ведёте прямые эфиры, убирайте всё, чтобы ничего не мешало. Не ведите их вот так вот. Следующее. Нужно готовиться. Даже если это какое-то проходное и тестовое выступление, готовьтесь. этот спикер постоянно заглядывал в телефон, чуть ли не каждую шутку. Я знаю, что у них есть огромное количество концертов, когда они тестируют материал. и что-то из этого, возможно, он придумал только сегодня. Это допускаю. Но когда это постоянно, и он себе это разрешает, не совсем профессионально смотрится, скажите, что вы думаете, может, я придираюсь. И это нормально, когда человек, который выступает, подглядывает постоянно какие-то свои заметки. Теряется ли внимание у вас? То есть, хотите ли вы отключиться от этого прямого эфира или от этого выступления? Подскажите, мешает ли вам это? То, что выступающий постоянно подглядывает? Или это нормально? Просто хочу узнать. Жду ваших ответов. Напишите. А я пока попробую закрепить тему. Если мне получится. Так, нормально. Окей. Даша считает, что нормально, когда ты подглядываешь постоянно. 50 на 50. Даша, а в чем проблема подготовиться и не подглядывать? Ну, это понятно. Из самого страшного мы вираем наименее страшное. Но время есть подготовиться всегда. Всегда есть время подготовиться. Либо нужно знать, как говорить, чтобы тебе не подглядывать, как к этому готовиться. Но это очень важно. Друзья, обратите на это внимание. Нужно просто готовиться. Либо чаще выступать. Следующее. Слушай, ну, это формат такой. Жванецкий, Задорнов. Например, когда выступал Сергей Шнуров и читал с бумажки все. Но меня это сбесило. Не знаю, как остальных, но возможно. Даша, ну, это только говорит о том, что эти люди не знают, как выступать. Не значит, что они все правильно делают. есть киноактеры, которые закончили актерские курсы, снялись в огромное количество фильмов, но снимаются отвратительно. Играют отвратительно. Не значит, что все нехорошо. Согласен, если спикер все время в подсказках, ощущение непрофессионализма. Итак, у нас с вами уже 25 минут прошло. Еще впереди куча всего. Следующее это опускать свое выступление. Когда вы с первых слов говорите, что вы не готовились. Во-первых, ты подглядываешь, и так всем понятно, что ты не готовился. А во-вторых, ты начинаешь с этого выступления. Ребята, я ленивая жопа, я не готовился, все херня. И насколько ценность твоего выступления начинает падать. Скажите, как вы считаете, если в самом начале вы во время своего выступления начнете говорить, что вы не подготовились, у вас там была какая-то тяжелая ночь, вчера вы делали какой-то очень важный проект до трех часов ночи, и вы не выспались, но поэтому как-то подготовились кое-как, постарайтесь выступить. И вот эта огромная череда оправданий в самом начале, насколько это правильно, по вашему мнению. И как часто вы это встречаете? Правильно это или нет оправдываться в самом начале? Ну да, да, да. Особенно, если ты, да, танцуешь, такой вышел на соревнованиях, здравствуйте, я подготовил танец, я его готовил целый год, но вчера такая ночка, знаете, выдалась, простудился что-то чуть-чуть, ну скорее всего хреново сегодня выступлю, поэтому, да, такого делать не стоит ни в коем случае. О, Саша, совершенно верно, кому вообще есть дело, готовился ты, не готовился, всем насрать, реально, поэтому не надо это оправдываться. Следующее, и последнее по этому спикеру он стоял 20 минут на одном месте. Я не говорю, что это ужасно, это плохо, но если вы ищете варианты, как улучшить свое выступление, то вам нужно постоянно перемещаться. если во время вашего выступления что-то происходит, даже знаете, когда сторис рекомендуют записывать на ходу, перемещаться, менять руку, потому что так любит наш мозг, наш мозг любит смену картинки. Мы не можем смотреть на вот этого бородатого придурка в желтом свитере огромное количество времени, нам нужно, чтобы появлялись какие-то картинки, что-то происходило, появлялись какие-то карандашики, нам это важно. наше внимание должно постоянно сходить с ума, мы должны постоянно что-то видеть, поэтому как вариант просто начинайте двигаться. Я веду прямой эфир, я не хочу двигаться, перемещаться, но если это сцена, если это видеоролик, то обязательно походите немножко, сделайте шаг хотя бы влево, фразочку какую-то сказали, переместились вправо, это нормально. Ребята, которые учатся на курсе, они понимают, что ходить это нормально, но когда они приходят, они этого стесняются, стремаются, кажется, а как я ходить буду, при этом, опять же, Даша, это элемент к тебе, если ты готовился, то ты не будешь думать о том, а как тебе ходить, потому что тебе будет комфортно ходить, ты знаешь, что говорить, каждое последующее слово, каждый элемент твоего выступления, он у тебя в голове, ты знаешь, что за чем идет, и ты комфортно ходишь, а когда ты как за рулем автомобиля в первый день, так, нужно включить поворот, нужно посмотреть в зеркало, включить скорость, повернуть туда, огромное количество действий одновременно, конечно, ты путаешься, и то же самое с выступлением, если у тебя нет навыка, ты думаешь о том, что тебе говорить, параллельно тебе нужно думать, а что делать жестами, как это все изобразить, во-вторых, тебе нужно понять, а какой слайд нужно включить, в третьих или в четвертых, куда нужно подойти, понимаете, насколько это тяжело, огромное количество действий, поэтому подготовка решает это. Следующий элемент, мне он очень нравится, но это просто показывает уровень специалиста, это Марк Сергеенко уже начал свое выступление, это перформанс, что я подразумеваю под этим, в самом начале, когда он вышел на сцену, он стал из балахона, из кармана балахонов, карманов, джинсов, доставать какие-то бумажки, какие-то таблетки, и он это делал долго, минуты три, и это все в полной тишине, и народ хихикает, он не понимает, что происходит, и я бы ему порекомендовал сделать это еще дольше, потому что это круто, во-первых, паузы привлекают внимание, когда вы делаете паузы, все внимание на вас, поэтому, если вы хотите, чтобы какая-то часть аудитории на вас обратила внимание, просто сделайте паузу, смолчите, и они на вас посмотрят, и нужно научиться быть комфортным с паузой, кстати, напишите, у кого бывают проскакивают слова паразиты, может быть, даже не то, что проскакивают, а прям выстреливают через каждое слово, есть такая у вас, такая ошибка, такой элемент вашей речи, слова паразиты, напишите, да, если бывает, напишите, нет, если все прекрасно, вы научились с ними работать, понимаете, о чем я, такие слова, как да, ну, например, на самом деле, грубо говоря, вот, и такие согласные, как есть видеоролик, где козел так блеет противно, порой некоторые вебинары, которые я смотрю и выключаю, напоминает мне этот ролик, потому что человек, который ведет вебинар, он очень важно смотреть на людей, после того, как вы посмотрели на людей, что, замолчи, пожалуйста, это нужно контролировать, и вам в этом помогут паузы, если вы будете использовать паузы, вот вы замолчали, и никто не отключился, 2-3 секунды помолчать, это нормально, зато пропадают слова паразиты, тем самым, и, а здесь был такой наиболее высокий уровень паузы, начать с паузы, это значит привлечь все внимание на себя, вы можете просто выйти, смотреть на людей, ну, хотя бы 10 секунд помолчать, поулыбаться, этого будет достаточно, все те, кто выступает на конференции ТЭД, а мне удалось готовить спикеров на конференции ТЭД, там есть регламент, выйти и молча посмотреть на аудиторию, это нормально, многие те, кто приходят к клубу ораторов, они начинают уже говорить по дороге и так далее, желтый цвет, цвет уязвимости, а это важно для публичных выступлений, окей, я понял, спасибо за совет, а еще это модно, да, мне подсказывают, так, эка не, это смерть, это вообще капец, это капец, капец, следующее, 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 а, перформанс, на чем я остановился, это классно, если вы так делаете, мне все время хочется, есть такая идея, но я никак это не сделаю, включить песню, песню, филла коллинза, как же там, поется, I can waiting for this moment for all my life, простите меня за мой английский, я ждал этого момента всю жизнь, и там, I can waiting for this moment for all my life, и так далее, она так долго тянется, и я хотел просто стоя в очках, минуту, в начале выступления простоять, под эту музыку, а потом медленно, тоже в течение минуты, вот так вот снимать очки, вот есть такая идея, если вы когда-нибудь это увидите, знайте, что я наконец на это решился, следующее, Марк Сергеенко в самом начале начал с описания своей семьи, вот она, просто стал перечислять, кто его члены семьи, и они очень довольно интересные люди, но тем самым он познакомил себя с аудиторией, то есть аудитория узнала, ага, вот какой у тебя бэкграунд, теперь мы понимаем примерно, кто ты такой, и это очень важно, в самом начале преодолеть этот порог, свой-чужой, то есть люди должны знать, ты кто такой, ты кто такой, ты чем занимаешься, и Марк сделал это с помощью того, что просто перечислил, кто его члены семьи, чем они занимаются, вкратце. Ну нет, как бы у меня нет слов паразитов, я как бы говорю без них, как бы вот, ну окей, у меня был случай, что мне написали в директ, в инстаграм, Константин, мне нужна подготовка коротенькой, минутной презентации, самой презентации для разных мероприятий, я говорю, окей, давайте сделаем, созваниваюсь с человеком, и он мне по телефону говорит, Добрый день, Константин, ну как бы, грубо говоря, я, ну часто выступаю, и, ну как бы не выступаю, как бы, например, ну хожу на всякие мероприятия, и я просто понял, что, если я дам человеку какую-то структуру, минутную, выступление, короткого, самопрезентации, это ничем не поможет ему, потому что, все эти слова паразиты, и эти бэкони, и мэкони, это могут убить, поэтому помните про это. Следующий прием, который в самом начале использовал Марк Сергеенко, повторюсь, это стендап-комик, вы можете его увидеть в прожарке Ксении Собчак, да и на многих других прожарках, он также был финалистом комедии батла, он из Семикаракорска, сейчас выступает в Москве активно, я в понедельник был на его выступлении, и очень рад, хотя все те, кто были со мной, еще 4 человека, им шутки Марка Сергеенко понравились меньше, чем других ребят, отчасти я с этим согласен, но мне понравилось, как он это подавал, возможно, это мой какой-то профессионализм, искажение, но эти приемы, их точно стоит использовать, если те ребята, еще бы их использовали вкупу, к своему юмору, капец, это как было бы круто. Следующее, Марк начал с шутки про шорты, вот он что-то раскручивает, эту шутку про шорты, шутит, 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 а у него лекция называлась «Приемы юмора», что-то такое, и он говорил шутку, а потом объяснял ее, вкратце, что это прием вот такой-то, и это круто, он еще и учил аудиторию, поэтому если вы в своем выступлении, даже в прямых эфирах, в сторисах, учите свою аудиторию, что-то такое-то делаете, и говорите, как это сделать. Как я вам рассказал, что если перевернуть бумажечку, и с другой стороны обвести маркером, то вы можете это использовать в сторис, вы можете это использовать в своих продающих роликах, либо вот в прямых эфирах, как я, это добавляет интерактива, людям меньше становится скучно, они не успевают отвлекаться. Так вот, он начал про шорты, и он тем самым объяснил, что шорты, все же носят шорты, все знают, что такое шорты, и это точно сможет меня объединить с аудиторией. Это просто гениально, это банально, можно было найти более лучший вариант объединить с аудиторией, но это показывает, что важно сделать в самом начале. Важно показать, что я такой же, как и вы. Я такой же, как и вы. Я тоже ношу шорты, почему бы и нет. Но можно было начать с того, как вы едете за рулем автомобиля, если вы знаете, что большинство аудитории автомобилисты, либо если вы знаете, что большинство людей без автомобилей, то лучше начните с того, как вы как-то недавно ехали в маршрутке. Я как-то выступал для ребят из сетевого, и рассказывать должен был им, как им с помощью стори-теллинга получать больше денег с сетевом, хотя у меня нет опыта в сетевом. И я думаю, а как же я могу им рассказывать про сетевое, если сам в этом не работал? Как не преодолеть этот порог? И я стал рассказывать, начал с истории про то, как я звонил оператору. Кто-то из вас звонил вообще оператору и не дозванивался до него с первого раза? Напишите, да, если у вас такое было, что вы хотите быстро решить какую-то сложившуюся проблему. Вы набираете оператора, колл-центра, неважно, это Beeline, Megafon, что еще у нас там есть? МТС, Теледва. И они не берут сволочи с первого раза, не берут. И перекидывают дальше, дальше, позвоните. Я был уверен, что этот опыт будет знаком каждому. И я получу ту позу эмпатии, не фу позу, дозу эмпатии. Люди начнут мне сопереживать, они вовлекутся. Так и получилось. Я стал рассказывать про то, как я дозванивался до оператора, никак не мог дозвониться, потерял кучу времени, еще с кем-то поругался. И своих близких из-за этого. И они начали подакивать, кивать, говорить, да, да, эти операторы задолбали, и у нас тоже такое же было. В общем, мы объединились на фоне одной какой-то проблемы. А потом я просто сказал, подытожил свою историю, что как важно, когда у вас есть команда, когда вы можете делегировать, когда одну задачу вы можете поставить одному человеку, другую, другому. Я же мог не звонить, а попросить своего ассистента, позвонить оператору, решить этот вопрос. И сэкономил время, эмоции и так далее. Сегодня мы будем говорить про то, как работать с командой с помощью речи. Что-то такое я сказал. В общем, я зашел знакомой им темы, а потом подвел к теме нашего мероприятия. И это было комфортно, мы пообщались, запустился диалог. Поэтому начинайте с того, что людям знакомо. Нам звонок очень важен для вас. Ждем 15 минут, а потом сбрасываем. В отличие от комика предыдущего, Марк Сергеенко стоял примерно вот так от микрофона. То есть микрофон у него был в руке, а стойка была вдалеке, и его было прекрасно видно со всех сторон. Супер. Второе, он использовал жесты. В одной руке он держал микрофон, а вторая рука сопровождала его речь плавно, не было никаких резких движений. Используйте жесты, привлекайте к себе внимание. Единственный момент, конечно, это что-то нервное. Марк постоянно сгибал, разгибал пальцы. А я вас уверяю, друзья, когда вы так делаете, ну то есть вообще делаете какие-то жесты, их люди видят. Да, под камерой, может быть я сейчас что-то делаю, вы это не видите. Но если бы я сидел бы вот так вот, как-то вот так вот, постоянно что-то делал, вы это бы видели, отвлекались на это, и вас бы начинало со временем это бесить. Помните об этом, выступайте, репетируйте перед зеркалом. О, девочки, для вас говорю, красавицы, вы, конечно, все прекрасны, но перестаньте делать вот так вот, когда вы записываете сториз. Девчушенки, привет, как дела? Сегодня была там-то, там-то. Вы представляете, я бы сейчас вел прямой эфир и постоянно трогал бы свои волосы. Что за херня? Перестаньте это делать, я вас умоляю. Мы это видим. Вы думаете, это никто не видит? Мы это видим. Сделайте что-нибудь, перестаньте трогать свои волосы. Кто понимает, о чем я, напишите, понимаю. И я смотрю ваши сториз, и вы 70% делаете так. Зачем вы так делаете? Я не понимаю. Нужно к какому-то психологу обратиться, возможно, это что-то означает. Кстати, парень, который написал про желтый цвет, может, ты знаешь, это как-то отражается на психологии, может быть, так мы демонстрируем свою уязвимость или еще что-то. Следующий прием. У нас с вами осталось 18 минут и раз, два, три, четыре, пять, шесть приемов еще, которые я заметил на выступлении Марка. Марк делал отыгрыши. Он прямо сказал, друзья, а этот прием называется отыгрыш. Но я называю это играть персонажей. В принципе, то же самое. Но фраза отыгрыш мне, конечно, понравилась больше. Он, когда рассказывал про кубинца, у кого-то иностранца, он брал другую интонацию, добавлял какие-то эффекты в голосе. Он там кричал, ватсапо, ватсапо, напиши мне ватсапо. А потом возвращался к своему голосу и плавной такой своей речи. А когда он описывал этого персонажа, он опять говорил быстро, громко и непонятными словами. Когда вы выступаете, когда вы идете в прямой эфир и записываете сторисы, если вы хотите рассказать про то, как вы общались с кассиршей на кассе, отыграйте эту кассиршу, как умеете, как умеете. Я подхожу на кассу и говорю, девушка, мне не знаю, пакет не нужен. Она мне говорит, ну если вам пакет не нужен, держите пакет. Ну как-то ее отыграйте. И все сразу же представят эту личность. Главное, чтобы люди, которые вас слушают, они вас не слушали. А знаете что? Они должны видеть. Они должны слушать, как радио вас. Сейчас современный век. Они должны видеть картинки. Да даже самые крутые радиопередачи, они создают образы, включают какие-то звуки, чтобы мы представляли какие-то картинки. Они описывают, как выглядят люди, как они себя чувствуют. Поэтому очень важно делать... Костя говорит, пусть делает. Хорошо, пусть делает. Отыгрывайте персонажа. Что еще он использовал? И не использовали почему-то предыдущие ребята, хотя мне кажется, это само собой разумеется. Это озвучивание каких-то цифр. Я запомнил. Он сказал, что ИГИЛ убили более 35 тысяч человек. Это цифра. Это новая информация. Кстати, запомните, друзья, сейчас прям возьмите и запишите. Все то, что я вам сегодня сказал в течение этого часа, это может быть не все так важно, как то, что я скажу сейчас. Люди запоминают всего две вещи. Первое, это первый уникальный опыт, то, что с ними произошло в первый раз. Первый прокатились на аттракционе, поехали на машине, первый поцелугу, и так далее. Первый уникальный опыт, для нас он важен, интересен этот опыт, и он первый. А второе, это эмоциональный опыт, тот опыт, который наполнен эмоциями. Если вы смеялись, если вы были на концерте музыкальном, и в целом было положительно, то вам этот концерт скорее всего понравится. Поэтому, когда вы называете какие-то цифры, о которых люди, скорее всего, не слышали, либо не все слышали, и они еще производят на них впечатление, это они запомнят. Поэтому фраза «ИГИЛ убил больше 35 тысяч человек», я это запомнил. Опять же, стендап-концерт, зачем мне эта информация? Но он это обшутил, он сказал, что о людей, погибших от суицида, гораздо больше, 37 тысяч. И он сказал, что фу, позор, ИГИЛ не смогли даже перебить самоубийц. И эта информация мне запомнилась. Это может быть не самая великая шутка, но то, как она подана, это стоит знать. Поэтому записывайте сторис, но расскажите какие-нибудь прикольные цифры, связанные с вашей индустрией. У вас курсы по психологии? Расскажите про количество больных людей, какой-то там неуверенности в себе. У вас школа танцев? Расскажите в среднем сколько людей к вам ходит на танцы? Или сколько людей со второй попытки у них получается затанцевать? Ну, что такое? Какое? Дайте им статистику, информацию, люди это запомнят, им это понравится. И можно дополнить еще следующим элементом Imagine это по-английски воображение. Марк использовал фразу представьте. Когда вы говорите фразу представьте и все что вы говорите после этого вы программируете человека и он начинает это представлять. И Марк говорит представьте вы летите на самолете и я прям вообразил и я уверен на тысячу и один процент что все кто были в аудитории они тоже увидели эту картинку. А мы помним что важно делать не слушать а видеть. То есть люди должны видеть в голове кино а не слушать вас как радио. Используйте эти фразы. Прямо начинаете записывать stories со слова представьте и описывайте какой-то результат после вашей услуги вашего сервиса. Представьте что вы входите в ту квартиру о которой вы мечтали. Вы открываете дверь поворачиваете ключ тяжелая дверь дубовая Костя может тебе пригодится представьте представьте опять же я вам говорил что цифры запоминаются и круто если вы цифры еще переводите в некие варианты метафор аналогий сравнений используйте сравнение Марк сказал что у одного чиновника нашли полторы тонны денег полторы тонны денег но так как в нашем опыте это непонятно он еще классно шутил что когда украли 500 миллионов была самая большая взятка 500 миллионов недавно он говорит я не могу это представить в моем опыте не было таких денег и если бы мне сказали была взятка тысяча рублей я бы сказал ух ты сволочь когда сказали взятка 5000 я сказал посудить бы этого негодяя а когда говорят взятка в 15 тысяч рублей то все нужно тут же бежать на улицу и устраивать протесты и громить ларьки то же самое здесь если вы говорите какие-то цифры если вы объясняете какие-то например у меня на курсе училось несколько сотрудников бьюти индустрии это визажисты косметолог спасибо Оксана за подсказку и они использовали такие фразы которые я 100% не понимал и многие девушки которые их слушали в зале тоже не понимали поэтому это стоит объяснять и объяснять на каких-то простых примерах Марс сказал что полторы тонны денег это 500 собак конечно пример не самый лучший но он прикольный он запоминается и я это запомнил это врезается в память если вы хотите чтобы вас запомнили поэтому используйте такие примеры если вы о кстати самый популярный пример из продаж кто слышал про такое когда ты говоришь стоимость моей услуги там не 10 тысяч рублей а и приводите сравнение давайте сейчас прям в чате можете написать ваш продукт ваша услуга с чем его можно сравнить по стоимости знаете такую фразу что этот продукт стоит как чашка кофе и мы ага чашка кофе это недорого это нормально я могу позволить себе каждый день это поэтому значит и ваш продукт ваша услуга она доступна выгодна напишите сейчас в чате а с чем вы могли сравнить ваш продукт вашу услугу чтобы ваша целевая аудитория поняла ага стоимости это вот столько ну если нет идей напишите сейчас и давайте придумаем вместе не 10 тысяч рублей а 10 концепторов little big да неплохо супер особенно если ты знаешь что твоя аудитория слушает little big это им зайдет они посмеются они ух ты прикольно сравнила и им запомнится класс есть еще идеи друзья поддержите у нас последний приемчик остался и мы как раз сейчас с вами уложились давайте чтобы максимально это был полезный прямой эфир пока вы не попробуете что-либо сделать эта информация канет куда-то в прорубь у меня огромное количество книг там лежит ну не прям огромное но в общем много книг по публичным выступлениям но если бы я прочитал и поставил их на полку и ни разу не воспользовался быть тем что я узнал это бы не сработало то же самое я сижу и тут накидываю всякие идеи для постов записываю где где-то графический мои графические посты которые я делаю вот я их сначала накидываю в таком варианте красным значит я уже выложил и есть десятки постов которые я написал но до сих пор не выложил и смысл я этого всего делал поэтому если вы сейчас не попробуете смысла от всего этого никакого не будет о не тысяча рублей а один вкусный тортик супер супер не 10 тысяч рублей а 10 завтраков вонегин дача да класс класс отличные отличные примеры и последний вариант это использование использование метафор я не помню точно шутку марк сказал что что-то там было таким суровым какой-то напиток такой суровый а мужской алкоголь это такой суровый напиток как будто в нем растворили брат 2 фильм брат 2 мы все понимаем что никакой фильм брат 2 там не растворяли но это настолько образно и ярко что это запоминается давайте вы попробуйте тоже можете ли вы сравнить какой-то продукт или услугу свою и добавить к нему метафору смотрите метафора как она делается мы говорим этот лист белый как снег давайте вот это возьмем этот лист белый как снег это сравнение если мы уберем слово как это получится метафора понимаете о чем я этот лист снег если мы говорим снежный лист это что-то другое я забыл как называется другой риторический прием попробуйте вы сравнить какой-то свой продукт свою услугу с чем-то просто убрав слово как есть идея можете написать какой-то свой продукт или услугу сейчас в чате и можем подумать вместе давайте либо напишите метафору к своему продукту и услуге либо напишите ее в чате и придумаем вместе у нас с вами еще 6 минут можем попробовать вместе ребята Костя Вика кто еще хочет Аня может Рима еще в прямом эфире давайте придумаем метафору какую-то яркую эмоциональную метафору которую вы можете использовать говоря с вашими клиентами друзьями знакомыми давайте я еще подожду минутку надеюсь вы пишете стопочка ну давай про стопочку давай про стопочку с чем ты хочешь сравнить стопочку смотрите вы говорите не 1000 рублей а один вкусный тортик то же самое можно сказать что мой продукт это один вкусный тортик все знают что ваш продукт это не вкусный тортик но используя эту метафору вы транслируете совсем другие эмоции интенсив по подготовке к экзамену 2 месяца вкусно и быстро как съесть тортик вот смотри здесь как съесть тортик это сравнение по уровню мощности это на троечку чтобы до пятерочки дотянуть нужно метафору прикрутить то есть убрать вот это как давай подумаем подумаем друзья помогите интенсив по подготовке к экзамену 2 месяца во мой интенсив по подготовке к экзамену это торт так же вкусно и быстро вот это метафора понимаешь разницу это как съесть тортик или мой интенсив это торт потому что он такой же вкусный и быстрый понятно да и это немного мощнее риторически на слух больше нравится людям такие варианты что нам стоит дом построить нарисуем будем жить я дизайнер интерьеров окей а в чем метафора в чем польза не совсем понял но ладно таргет это дождь из ледов супер 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 мне очень нравится друзья спасибо вам большое за то что участвовали в этом прямом эфире заметьте я использовал всякие бумажечки а также задавал вам вопросы и за счет этого вы оставались в прямом эфире поэтому используйте эти штуки в своих выступлениях в общении с людьми как говорили раньше нужно брать обратную связь поэтому ага угу чего-чего переспрашивайте используйте это помните давайте подведу итог смотрите всегда на людей не прям не отрывайте от них глаз а периодически там раз в несколько секунд поглядывайте это важно смотрите в прямые эфиры и сторисы в камеру и будьте разным будьте разным то есть добавляйте руки что-то делайте с лицом добавляйте микромимику двигайтесь говорите громче-тише оденьте очки снимите очки например на провале Денис Гончаров рассказывал про то как он был на дискотеке эмбарго я говорю Денис это не должны люди слышать они должны это увидеть давай выключим свет включим музыку и ты будешь танцевать но Денис в последний момент не захотел танцевать я был расстроен по этому поводу но помните что место тысячи слов лучше сделать покажите что-то если у вас опять же бьюти индустрия дайте человеку попробовать намажьте его кремом еще что-то причешите это будет гораздо лучше спасибо вам большое за прямой эфир ребятки я тут себе цель поставил на год провести 52 эфира и это первый поздравьте меня каждый вторник я буду проводить подобные прямые эфиры то есть я буду делиться чем-то полезным что знаю я да Денис из эмбарго а по пятницам то есть начиная следующая пятница я буду проводить прямые эфиры с гостями людьми которые интересны мне и уверен они будут так же интересны и вам если есть пожелания о чем провести уже во вторник прямой эфир пишите в директ и поставьте это на воде сети насколько был полезен этот прямой эфир один херня полная потратил час 10 супер Костян во вторник увидимся и кто хочет увидеться раньше нифига себе в контакт инстаграм теперь пишет сколько осталось до конца прямого эфира это супер пишет осталась минута и кто хочет увидеться раньше в это воскресенье 12 числа будет встреча клуба ораторов где мы 3 часа практикуемся выступать публично все вот эти приемы которые вы только что узнали вы можете там попробовать получить обратную связь от таких же как и вы начинающих спикеров и от меня а также зарядиться полезными эмоциями на следующую неделю всем пока держите мое 5 перестаньте трогать волосы в сторис всем пока ну супер прошло и больше людей было на моем прямом эфире чем у меня на любом из гостевых эфирах в среднем было 12-14 человек держалась слышал круто спасибо за просмотр Продолжение следует...